Новый скандал в международном аэропорту Кишинёва. Пассажиров, прибывших 11 июня рейсом Стамбул-Кишинёв, не выпускали из зоны пограничного досмотра около четырёх часов. Об этом на своей странице в Телеграм написала независимый депутат парламента, одна из лидеров политического блока «Победа» Марина Таубер. По её словам, пограничники намеренно создавали ситуацию стресса и неопределённости, издеваясь над женщинами и стариками. Пастор! 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 Как сообщил и депутат, в числе пассажиров этого рейса была группа участников, прошедшего в Москве съезда политического блока «Победа». «Все мы помним, что это происходит далеко не в первый раз. Вы только вдумайтесь. Людей самым наглым образом, без всяких на то оснований, задерживают просто за то, что они имеют взгляды, которые идут в разрез с линии режима Санду ПДС», написала Таубер на своей странице в Телеграм. Также в соцсетях появилось видео, на котором сотрудники полиции в масках грубо выволакивают пассажиров из зала прилёта. Мы обратились в пограничную полицию, чтобы выяснить причину таких действий, на что глава пресс-службы Рейса Новицкий ответила, что сотрудники погранслужбы задержали и оштрафовали несколько пассажиров, обвинив их в провокациях. Пограничная полиция сегодня утром зафиксировала серию провокаций и агрессивные поведения со стороны группы людей, прибывших из Москвы в зоне прибытия Международного аэропорта Кишинёва. В отношении одного пассажира составлен протокол за агрессивные поведения по отношению к сотрудникам пограничной полиции при исполнении обязанностей. Этого человека обвиняют в совершении хулиганских действий. Также были выявлены ещё трое пассажиров, которых привлекут к ответственности за нарушение общественного порядка, написала пресс-секретарь ведомства. Она также подчеркнула, что безопасность всех пассажиров является приоритетом, и сотрудники пограничной полиции не допустят нарушения их прав. При этом Новицкий призвала всех граждан соблюдать меры контроля, установленные при пересечении государственных границ. Напомним, подобные инциденты с задержаниями и скандалами с пассажирами произошли в аэропорту 5 и 6 июня перед регистрацией на рейс Кишинёв-Ереван. Тогда была задержана одна женщина, и десятки людей не попали в самолёт из-за длительных проверок. Оба дня в зону контроля приходилось вызывать скорую, так как некоторым из пассажиров становилось плохо. Люди, оказавшиеся в такой ситуации, жаловались на то, что их удерживали без каких-либо объяснений. Пограничники действовали грубо. Пассажиры были без воды и возможности сходить в туалет на протяжении многих часов. 30 мая ограниченный доступ в международный аэропорт Кишинёва был продлён ещё на 30 дней. Пограничная полиция на своей странице Facebook сообщила, что эти меры необходимы для обеспечения комфорта, спокойствия и безопасности всех пассажиров. При этом не так давно министр обороны Анатолий Носатый заявил, что в настоящее время не существует высокого военного риска безопасности нашей республики. Согласно новым правилам, доступ в здание аэропорта разрешён только пассажирам с билетом, персоналу аэрогавани и экипажу самолётов. Продолжение следует...